15 февраля в каждом районе столицы стартовал первый этап Кубка начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента по волейболу. В торжественном открытии мероприятия приняли участие заместитель начальника ГУВД, Хакима района, начальники районного отдела внутренних дел и многие другие. Каждая махаля представила свою команду по волейболу. В районах была проведена жеребьевка и проведены первые матчи. В соревнованиях принимают участие как мужские, так и женские команды. Сегодня в Янгихайотском районе столицы дан старт Кубку начальника ГУВД города Ташкента по волейболу. В нашем районе 30 махалей. Со всей махалей мы собрали 30 мужских и 20 женских команд. Участником спортивных соревнований стало 688 команд. Многим может показаться, что это любительские или дворовые команды, но играют они не хуже профессионалов. По правилам, для первоначального этапа каждая команда сыграет по одной партии. Для победы необходимо набрать 25 очков, чтобы пройти на следующий этап Кубка. Хочется напомнить основные правила волейбола. Самое первое – это командная игра, в процессе которой две команды соревнуются на специальной площадке, разделенной сеткой, стремясь направить мяч на сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке противника, добить до пола. Либо, чтобы игрок, защищающий команду, допустил ошибку. При этом для организации атаки игроком одной команды разрешается не более трех касаний мяча подряд. Волейбол – неконтактный, комбинационный вид спорта. Важнейшими качествами для игроков в волейболе является прыгучесть, реакция, координация, физическая сила для эффективного произведения атакующих ударов. На групповом этапе мы первые вышли играть за свою махаллю и одержали победу. Мы бы очень хотели, чтобы таких чемпионатов проводилось побольше. Задача конкурса – содержательная организация досуга молодежи в махалях, профилактика наркомании и преступности, поддержка здорового образа жизни, а также сделать молодежь физически здоровой и зрелой во всех отношениях.